Друзья, позвонили с Сиванской, сказали, что есть машина интереснейшая, контент бомбический, все, срочно мчимся, едем, все, помчались. Добрый день, дорогие друзья, вы снова на канале ОМЗАП, и с вами я, Роман. Сегодня у нас контент пушка-бомба с Сиванской 62, а почему? Потому что к нам на ремонт приехал автомобиль Hyundai Sonata 2020 года, но не просто Hyundai Sonata, а такси. С пробегом в 68 тысяч километров, вы меня спросите, а что же он делает у нас здесь? Пробег здесь 67 тысяч 463 километра, если быть точным, и машина хоть и 20-го года, и в такси работает, да? Давайте обратим внимание, салончик-то здесь такой хороший, неушатанный, хотя и времени прошло мало, 20-го года, даже пленочка на экране есть не снята, видите? Ну, как вы думаете, почему он к нам приехал? Так, я вам отвечу, жалуется владелец на повышенный расход масла, и чуть попозже мы обязательно расскажем небольшую предысторию этого автомобиля. Почему же все-таки это произошло, и как он оказался у нас? Не, приятный салон на самом деле, да. Единственный, да, вот недостаток, я там многих блогеров посмотрел обзоры вот этих автомобилей. Здесь консоль центральная, она блестящая, и, естественно, поскольку она блестящая, на ней остаются все эти отпечатки пальцев. Немножко как-то непродуманно, потому что вид такой сразу становится неопрятный. Хотя внешне автомобиль выглядит очень достойно. Заводи. Но жалоб-то и не было, на самом деле, на стук. Сейчас просто послушаем, как работает. Мотор холодный совсем. Но, явно ничего не прослушивается. Загоним, сейчас посмотрим. Заодно и пару слов расскажем об истории этого автомобиля. Очень познавательно и интересно. Двигатель здесь стоит G4 и на двухлитровый. Достаточно давно эти двигатели ставятся на эти машины, поэтому никаких проблем с ремонтом у нас не возникает. Владелец, купив этот автомобиль и оформив его в такси, примерно 50 тысяч километров ездил и не мог нарадоваться. Менял каждые 7 тысяч моторное масло. Но однажды он заметил, что у него этого масла стало не хватать. Расход появился небольшой. Заехав в сервис, ему порекомендовали удалить этот катализатор. В каком сервисе это было, владелец нам не сказал, мы не уточняли. После удаления катализатора машину он не прошивал, блок управления двигателем. Поэтому поставил обманки на выхлопную систему и продолжал ездить какое-то время. Потом у него загорелись чеки и ошибки. И, соответственно, после этого он приехал в следующий сервис. В этом сервисе ему сделали эндоскопию и сказали, что у тебя есть дружок задиры. Мы уже озадачившись тем, что появились задиры в моторе, он приехал к нам. И мы сейчас, чтобы убедиться в этом, тоже сделаем с вами эндоскопию и посмотрим, так ли это. Потому что на той съемке, которую нам предоставил владелец, ничего не было нормально видно. Поэтому сейчас мы еще раз с вами посмотрим. Что скажешь по свечке? Небольшой нагар, ну и немного увеличенный зазор. Также имеются пробои. На свечах свечи, ну, тысяч. Пробегу соответствует. Да, примерно 67 тысяч. Но это пока четвертый цилиндр, да? Сейчас остальные не посмотрим. Здесь немного больше нагар. Похуже свечка, да, на третьем? Да. Платиновые какие-то свечи, да? Иридио. Такая же, как и четвертый цилиндр тоже, не плохая. Здесь есть. Нагар тоже присутствует. Первый, третий. Самое интересное. Сейчас залезем внутрь. Ну, давайте посмотрим, что там находится у нас в цилиндрах. Первый цилиндр. Ну, глянем, глянем, глянем. Опа-на. На днище большой нагар. И что мы там видим? Еще масло на днище поршни видим. Вот оно. И кусок чего-то постороннего лежит на днище. Похоже на... Какой-то... Ну, эндоскопом трудно разглядеть, что это. Но фактом является то, что этого здесь быть не должно. Что у нас по цилиндрам. Вот они, задирчики. Нет, но то, что масло ест, видно по днищу поршня. И вот на днище масло... Ой, не на днище масло. На стенке цилиндра вот оно, масло желтое. Видно. В общем, надо... Сейчас заглянем еще во второй, третий. Но здесь явный масложор присутствует. Причем в большом количестве и задиры есть. Это горячая сторона. Ну, небольшие, но они есть. Задиры, но... А вот и пятна масла на стенке. Вот они. Желтые. Что у нас по холодной стороне? Тоже имеется. Но это маленькие задирчики. В основном четвертый цилиндр страдает. Давайте четвертый заглянем. На горячую сторону сразу развернем. Также днища поршня, в масле все. Но вот они и задиры. Недостаточно большие задиры. Видно. Ну, в общем, надо скрывать, смотреть, дефектовать. Ну, пока машина у нас висит на подъемнике. Давайте посмотрим состояние подвески. Да. 60 с лишним тысяч километров-то. Ну, резины, как уже говорили вам. Стерли в ноль практически. Селинглоки. Живые. Посвети, пожалуйста, вот здесь. Сверху. Снизу. Да нет, резинки нормальные. Если он ездил по городу, то больших нагрузок на подвеску, то он не испытывал. Мешки с картошкой не возил, по всей видимости. Селинглоки, да. Живые. Амортизаторы сухие. Все прям. И сам, хотя машина 20-го года, она с таким пробегом просто заржаветь еще не успела. Потому что в такси работает, в основном ездит. Вот все, вон, даже краска заводская. Еще удивительно, смотришь даже на эти самые, на диски. На тормозные. Они вон здесь, вон, черные, да. Чистенькие практически, заржаветь не успели. Суппорта тоже блестящие. То есть такое впечатление будет. Машина практически новая. Но такой, так и есть на самом-то деле. Состояние кузова, конечно, покоцано. Человеческий фактор. Бампер, в основном, конечно, правая сторона. И передний бампер там покоцал. Правая сторона, потому что такси все-таки паркуется постоянно возле бордюров. И там вон порог. Поврежден, накладка здесь. Кузов немножко помят. Ну и по передку посмотрим. Здесь тоже больших проблем нет. Все живое. Ничего не болтается. Сыринблоки поспяти, пожалуйста. Тоже все живые, нерваные. Втулки, стойки стабилизаторов. А, ты их открутил. Ну, рулевые тяги, наконечники тоже все живые. Левый, правый. И снизу тоже все сухо, никаких течей нет. Вот здесь какое-то запотевание. Но это ни о чем не говорит. Явных течей нет. Все хорошо. Ждем снятия. А подрамник? А самое-то главное. Да, здесь же подрамник целиковый. Додумались сделать. Видите, поэтому мотор просто так вниз не опустишь. Придется вместе с подрамником опускать. Правильно? Правильно. Мудрые. Это сделали для крепления, наверное, качества? Ну, жесткость, да, повысить, скорее всего. Для этого сделано разгрузить там эти лонжероны, чтобы их не городить там толстенными. Проще сделать здесь, завязать. Потому что все остальное пластмассовое, вон, телевизор, на чем радиатор висит. Все пластмассовое. Поэтому сделали большой целиковый подрамник. Ну, все, не отвлекаем. Слили масло. Ну, оно нормальное. Оно и меняло здесь каждые там 7-8 тысяч километров. Ну, и здесь. Явного какого-то там следов износа нет. Стружки не видно. Нормально. Старался, да? Да. Вешал. Хомут хороший, да? Посмотри, как. Последний просто. О! Тяжелый. А вот обманки стоят. Этот самый коллектор с катализатором. Ну, он выбит, видно. И обманка стоит на втором кислороднике. Должны, по идее, при таком удалении поставить пламя-гаситель. Да нету здесь пламя-гасителя. Нет, есть. Есть, есть. Ввалили пламя-гаситель, да. Это мы наговариваем зря. Нет, пламя-гаситель там стоит. Вот он. Вот он варен и прихвачен изнутри. Вот оно, да. Наконец-то рассмотрели, да. Прошу прощения. Беру свои слова обратно. Вот он пламя-гаситель. Есть, все хорошо. Итак, у нас есть кое-какие подозрения. Как всегда, дьявол кроется в деталях. Никто не мог предположить той детективной истории, которую нам рассказал владелец. Итак, перескажу вам ее из уст владельца один в один. Значит, клиент действительно купил этот автомобиль новым. С нуля он на нем ездил. Менял масло каждые 7-8 тысяч километров максимум. Заливал он туда 5-30 мобил, синтетику. Причем заливал из бочки. Масло было бочковое. И в парке автомобилей, в котором ездил наш владелец, было порядка 20 или 30 машин. И все ездили на этом масле. С этими машинами, с моторами этих машин проблем никаких нет. Так что в качестве масла сомневаться не приходится. И решил он, наслушавшись разных историй и рассказов о том, что катализаторы здесь умирают. Тем более машина работает в такси. С 2020 года накатала уже порядка 67 тысяч с лишним километров. Поэтому владелец решил удалить катализатор заранее. Никаких предпосылок для удаления в принципе у него не было. Масло автомобиль не ел. Стуков на холодную при пуске двигателя он не слышал. Просто решил как бы обезопасить себя. И заехал в один из сервисов удалить катализатор. И после удаления этого катализатора, ему кстати поставили обманку на коллектор. Быстренько. Блок, как мы уже сказали, не перепрошивали. Вот здесь стоит обманка на второй кисторонник. Так вот, о чем это я? О том, что после удаления катализатора он проехал на этом двигателе порядка 4 тысяч километров и решил посмотреть уровень масла. И с удивлением обнаружил, что масла у него практически не осталось в двигателе. И когда он заехал в сервис его заменить, слили ему порядка 2 литров масла. И когда попросил он посмотреть эндоскопом в цилиндры заглянуть, что же послужило причиной к такому быстрому падению уровня масла, и вот, по нашему мнению, причина того, что в двигателе появились такие задиры на таком пробеге, скорее всего, в 90% случаев это некорректное удаление катализатора. И когда его удалили, скорее всего, не продули, не промыли выхлопную систему. И та пыль, которая осталась в выхлопной системе, как раз послужила тому, что ее втянуло через выпускной коллектор в камеру сгорания. И она, смешавшись с маслом, работала и стирала эти кольца. Сейчас в наше доказательство, когда снимем головку блока, посмотрим на состояние поршневых колец. Поэтому еще один вывод, и призываю вас, дорогие друзья, ну, старайтесь все-таки ездить в проверенные сервисы. Не отдавайте машину в первые попавшиеся руки, которые вам... Вот ярчайший пример, пожалуйста, да? Новая машина и конец двигателя. Опять же, повторюсь, колодки еще не успели задние стереться. Мотор кончился раньше. Повнимательнее, просто жалко. Пишите комментарии. И не забывайте подписываться на наш канал. Кстати, что вы думаете по всему этому поводу, по всему этому безобразию? Напишите, пожалуйста. Ну, скажи нам пару слов-то. Вроде так чисто все, да, смотри. Мобил хорошая масло-то. Да, лака нет. И натяжитель не вышел, цепь хорошая. И сверху тоже там отложений никаких не видно. Здесь по цепи, по натяжителям, по успокоителям все хорошо. По насосу тоже вроде. Ну, это сейчас поддон, этот самый поддон снимем, когда мы по вкладочам посмотрим. А скажи, Серега, какие тут недостатки или какие особенности есть у этого двигателя, чтобы наши дорогие зрители могли обратить внимание, если у них такие же моторы? На что им стоит в первую очередь обращать внимание при эксплуатации этого мотора? Ну, на давление масла. Здесь встрашен масляный насос, который находится в крышке, и, как правило, в нем. То есть регулярно, как бы, как часто вообще проверять давление масла? Не то, что проверять, а следить за лампочкой, которая горит на приборной панели. Как долго она загорается, долго ли тухнет. И как долго, через какое время она должна погаснуть при запуске холодного двигателя? Ну, при запуске... Ну, обычно ты пришел, зажигание включил, 2-3 секунды горит, потом гаснет, это нормально. Если горит чуть дольше, значит, стоит задуматься и приехать в сервис, измерить давление и уже быть готовым. Да. Еще какие-нибудь есть там тонкости? Как бы болячка она выходит, там, то масляное насос, то пружинки лопаются. Пружинки ломаются, да, были у нас такие, да, два мотора, смотрели, показывали все. Ну, сейчас посмотрим, дальше что будет. Ну, да, дождемся. Головку сейчас будем снимать, правильно? Да. Ну, сейчас, самое интересное, что же нас там ждет-то, под головкой? Есть маленькие рисочки, но это не задирно. Что скажете, профессор? Ну, даже пальцем не цепляется вообще, одеты какие-то просто рабочие рисочки. Оставляем? Да, да, да. Даже такого глубокого ничего нет. Компенсаторы нормальные, но тоже не стучали, ничего не гремели. И выходит? Не, ну и жалоб не было по этому человеку. Ну, задиры, если честно, они не катастрофические. Во всяком случае, вот здесь в четвертом. Есть, да, вон затертости, есть хон затерт немного. В том, в первом цилиндре, побольше, по-моему, задиры. Надо вынимать поршни, смотреть на кольца. А эти прокрути вниз. Ну, здесь посильнее, да. Вот прям видно. Ближе к центру катализатора, который, наверное, ну, видимо, да, то, что было здесь, то туда и летело. Наше пока подозрение подтверждается, то, что это из-за катализатора произошло. Из-за катализатора произошло. Скорее всего, как-то не так его удалили оттуда. Либо остались куски этого катализатора, либо когда удаляли, он начинал уже рассыпаться. И это послужило, как просто совпало так, что выбили, и после этого все пошло по нарастающей. Ну, более точная картина нам покажут поршневые кольца. Когда мы их снимем, посмотрим на их, насколько сильно они изношены. В поддоне ничего интересного нет. Нормальный поддон. Катастрофы тут не наблюдается. Все согласно пробегу. Второй шатунный идеальный. Даже вон, буковка осталась нарисована. Третий такой же, они все хорошие. Ну, здесь что-то. Да нет? Как новая. Ну, и балл такой же, да, соответственно? Ну, конечно. Ну, и все. Вкладыш прекрасный. Чистенькие поршни. Задирчики такие. Детские. Кольца живые. Это вроде ничего кольцо. Хотя нет, он там износ есть. Но незначительный. Не такой, чтобы прям. Есть небольшой износ, на кольцах. Вот здесь. По этому. Самое место посадочное кольцо. Канавка. Поршневая. Темная. Ну, естественно, там такой же нагар, как и на юбке. Вот здесь вот. В верхней части поршня. Что самое-то интересное, здесь не так все убито. Как мы ожидали, допустим, если бы был какой-то катастрофический износ поршневых колец, мы бы это увидели. Здесь такого нет. Конечно, подношены кольца, но все равно за 60 тысяч они так не изнашиваются. такой. Здесь ступенька есть, конечно, она маленькая. Ну, в принципе, да, из-за поршней, из-за нагара, вернее, из-за колец, из-за нагара, то, что они там в этих канавках подзалегают, не дают масло сливать. Ну, у нас лажор от этого и был. Ну, сейчас мы все это дело разложим аккуратно. Старые запчасти, новые запчасти, все расскажем и покажем. Ну, а теперь в спокойной обстановке давайте подведем небольшой итог дефектовки этого двигателя. Итак, владелец к нам приехал очень вовремя, потому что здесь нет катастрофических последствий разрушения от неправильного удаления катализатора. Здесь мы можем наблюдать в блоке цилиндров задиры, причем они расположены по всей длине окружности, и наибольшие задиры во втором и в третьем цилиндре, как раз те, которые находятся напротив катализатора по прямой, по прямому пути попадания этих вот разрушенных частиц. Видите, они там большие, а в первом и четвертом цилиндре, вот этот четвертый, там первый, видно, как затерт хон. Вот они, блестящие штучки такие. Натиры. Это как раз говорит о том, что поршни работали с абразивом. И в данном случае здесь требуется только расточить блок, заменить поршни и масляный насос. На поршнях, на самих задиров, как таковых, практически нет. Если есть, то совсем-совсем небольшие. Вот они здесь видны. Но раз блок гильзуется, а гильза в дальнейшем растачивается под поршни, то, естественно, это подразумевается, что поршни должны стоять новые. Вкладыши здесь в хорошем состоянии, они потертые совсем, как шатунные, так и коренные. Видите, там мы показывали уже раньше, но там даже буквки на них есть. Вот их подвязали, чтобы место свое не перепутать. И, кстати, кольца. Если обратите внимание, то масросъемные кольца, там канавка чистая, а наибольшая забитость была как раз в поршневых кольцах. Ну и здесь на днище поршня с торца видны вот эти царапины и задиры. Теперь масляный насос. Его тоже желательно поменять, опять же, из-за того, что владелец приехал к нам очень вовремя. Больших таких катастрофических разрушений здесь нет. Но, тем не менее, все равно обратите внимание, задиры, это вот на крышке на передней, что здесь, что здесь, имеются. И у шестеренок точно так же есть натертости. Некоторые из вас, конечно, могут написать, что это мелочи, фигня, и так походит. Но, если сами делаете ремонт, то, наверное, походит. Если делаете в сервисе ремонт, то вот такие вещи нужно менять. И, опять же, вопрос-то заключается в том, насколько экономическая целесообразность и финансовая возможность, которая определяется данным ремонтом. Потому, что, если прикинуть, если автомобилем человек владеет примерно с февраля месяца, то есть 10 месяцев, за это время он проехал 67 тысяч километров. У официального дилера он должен был сделать 4 полноценных ТО по 15 тысяч. Это получается в среднем ТО 10 тысяч рублей стоит. Дальше он должен был сделать 4 на 10. Получалось 40 тысяч. И плюс еще промежуточные ТО, как рекомендует производитель делать, если тяжелые условия эксплуатации. Это еще, конечно, каждые 7,5 тысяч, еще 4. Замена масломасленного фильтра, 10 тысяч рублей еще на круг возьмем. 5 тысяч рублей на круг возьмем, правильно. Тогда получится еще 20 тысяч. Сложим, что в сумме за это время владения он должен был отдать порядка 60 тысяч рублей за только ТО. Проехал он на этом автомобиле, опять же, повторюсь, 67 тысяч. И если он по городу ездил и в среднем расход был 10 литров на 100 километров, это получается он должен был потратить 6700 литров бензина. умножаем на 45, получаем порядка 300 тысяч рублей только на бензин. И если сложить все эти затраты, то стоимость владения автомобилем за 8 месяцев составила бы 360 тысяч рублей. Вообще космос какой-то получается. Если при зарплате в среднем у таксистов 60-80 тысяч рублей и минус умножаем на 8 месяцев 60-240 300 тысяч отнять еще заговорился я. Сейчас, подожди. Давай это самое. 480 минус 360 если еще прибавляют ремонт, то мы выходим мягко говоря. Но это мы еще ремонт не знаем. Не знаем ремонт. Я просто прикидываю потоку затраты и сумма владения автомобилем получается если он проехал 8 месяцев и зарплата 60 тысяч рублей в среднем получается 480 тысяч рублей он должен был заработать за все это время отнимаем от 480 отнимаем там 360 получаются такие сущие копейки и еще плюс ты попадаешь на этот ремонт. Это хорошо он вовремя приехал. И встает вопрос а что делать то? А давайте вот это не поменяем а давайте вот это оставим а давайте вот здесь это походит и начинается выкраивание этих копеек понятно что там денег нету в большом количестве чтобы можно было закрыв глаза сказать делаем все и плевать на стоимость как раз ты попадаешь в такую ситуацию когда ты должен выбрать допустим потратить тебе 20 тысяч рублей или потратить тебе 25 тысяч рублей вот вся основная сложность к чему это я? к тому что слава богу что он обратился вовремя и здесь как минимум самый минимум который здесь можно будет сделать блок поршни с кольцами и масляный насос вот это тот минимум который у тебя необходим для ремонта этого двигателя после этого он еще будет ходить долго и счастливо привезли блок из гильзовки обратите внимание какие прекрасные гильзы здесь установлены и нанесен соответственно хон но прежде чем рассказать и показать вам новые запасные части которые будут установлены на этот двигатель хотим обратить ваше внимание на то что практически все эти новые запасные части купил клиент самостоятельно от нас же мы же будем устанавливать поршневые кольца поршни старые поршни уже спрессовали с шатунов эти еще не успели то есть с пылу с жару также будет от нас установлен комплект прокладок маслостемных колпачков на двигатель это вот прокладки все но прежде чем рассказать вам о оставшихся запасных частях которые привез клиент небольшая предыстория в связи с тем что дефект данного двигателя возник из-за некорректного удаления катализатора и частицы неудаленного этого каталитика попали в масло обратно в цилиндры и задрали поэтому у нас были сомнения что часть этого абразива попала в систему смазки и мы нашли этому подтверждение потому что на этом коренном вкладыше имеется небольшой задир соответственно было также сомнение по поводу муфт CVT нужно ли их менять или не нужно ну не хотелось клиента лишний раз нагружать на дорогостоящие запасные части и у клиента также возникли по этому поводу сомнения и он пригласил своего независимого специалиста которому он доверяет и этот специалист также сказал что меняйте муфты что в принципе клиент и сделал соответственно он привез муфты CVT это у нас выпускная это впускная вот мы ее вытащили она в коробочке запечатана лежит пока не распечатываем также владелец привез новую крышку в сборе с масляным насосом свечи зажигания болты крепления головки одноразовые цепи успокоители натяжитель вот он цепь вернее не цепь я оговорился цепь это у нас коренные вкладыши и соответственно масло заливаем 5-20 потому что впереди зима масло пожиже ну и дело осталось за малым установить все это на двигатель правильно собрать и после этого завести и послушать как он работает хотя и первый раз когда мы слушали двигатель работал тихо особо сильно то он не стучал был большой расход масла но в любом случае мы обязательно послушаем как работает вновь собранный двигатель ну и не можем не сказать пару слов о головке блока хоть пробег и небольшой ну относительно но в любом случае головка блока отремонтированы фаски, восстановлены колпачки маслосъемные, будут сейчас установлены новые. Вот все подготовлено к работе. Мотор собран, установлен, но хочу сразу предупредить, что у нас сейчас будет не первый запуск. Мы его уже заводили, проверяли, как хорошо ли там все работает, погасили все ошибки, прокачали масло, топливную систему. Поэтому сейчас мы просто вам заведем двигатель, покажем, как он работает после ремонта. Итак, поехали. Все, работает ровно, тихо. Пойдемте, подойдем спереди, послушаем. Ну он к нам приехал-то и не со слухом, а с масложером. А сейчас раскрою вам маленький секрет. Мы все-таки докопались до первопричины, долго расследовали, выясняли, потому что это была тайна за семью печатями. До самого последнего момента, пока мы не выяснили, в чем причина, нас не покидало сомнение. Как же так получилось, что задиры появились, появился масложор именно после удаления катализатора. Потому что, исходя из логики, вот самый простой в данной конструкции, проще всего удалять катализатор, это сняв коллектор, отрезав болгаркой банку, вытрясь оттуда этот сам катализатор, поставив туда пламя-гаситель, свари, собери на место, поставь. Все, проблем нет. Но есть умельцы в русских селениях, которые делают все с точностью до наоборот. Именно этот случай и был здесь. Владелец приехал в автосервис, попросил удалить катализатор. Ему его удалили, когда он забрал машину, поехал, понял, какой-то звук не тот. Вернулся обратно, говорит, что за фигня. Говорит, давай поставим тебе пламя-гаситель. Тут-то нам карта и поперла. Оказывается, эти умельцы удалили катализатор, не снимая его с автомобиля. Но, естественно, при удалении вот таким образом, у тебя часть этого катализатора, этого абразива попадает в цилиндры. Что здесь и явилось причиной появления этих задиров. А мы всю голову сломали. Как такое может быть? Поэтому, дорогие друзья, убедительная просьба. Если уж вы отдаете в ремонт свой автомобиль, то отдавайте его в хорошо известные проверенные автомастерские. А не абы как, где бы сделать подешевле. Ну, а нам осталось подвести итог и назвать стоимость запасных частей и работ по данному автомобилю. Но, напомню вам, что большую часть запасных частей клиент привез лично. Поэтому стоимость их мы не узнавали. Наши же запчасти обошлись в 29 тысяч рублей. По работам обошлось в 52 тысячи рублей. Куда входит? Снять двигатель, разобрать, продефектовать. Загильзовать его. Собрать и завести. Это все стоит 52 тысячи рублей. По срокам. Вы очень часто задаете вопросы. По срокам, сколько занимает ремонт. Давайте здесь. Здесь, естественно, ремонт занял больше времени. Потому что мы ждали, когда детали привезет клиент. Если же запчасти наши, и они есть все в наличии, как часто бывает, все запчасти обычно есть в наличии. То ремонт занимает, ну, не важно, какая машина общая, скажем. Один день снять двигатель, разобрать, продефектовать. Второй день занимает ремонт головки блока плюс гильзовка блока цилиндров. И третий день занимает сборка, установка и запуск двигателя. Ну, поэтому из этого можно сделать вывод, что ремонт в нашей мастерской занимает примерно 3-4 дня, ну, максимум, недели. Это если где-то придется подождать, потому что иногда бывает там несколько машин в очереди. Вот, ориентируйтесь на эти цифры и на это время. Ну, а с вами был я, Роман. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки и подписываться на наш канал. Ну, до новых встреч в эфире. Дорогие друзья, я рад, что вы досмотрели этот ролик до конца. Вот здесь и здесь, пройдя по ссылкам, вы можете посмотреть другие видео наших ремонтов. Ну, а также не забывайте писать свои вопросы под этим видео, потому что мы всегда будем рады почитать ваши вопросы. И всегда стараемся максимально быстро и полно на них ответить. Всего хорошего.